Дальше у нас вот такая картиночка, первая слева, знакомая уже вам. Если помните, у нас здесь было значение кодомо, а также мы сказали, что это парк тоже, коэн. И мы можем сказать следующее предложение на японском языке. Коэн-ни кодомо-га имас. Глагол имас означает есть, имеется, находится, то есть кто-то, где-то находится. В данном случае я сказала коэн-ни кодомо-га имас. И это предложение означает в парке есть дети. Коэн-ни кодомо-га имас. То есть конструкция сама выглядит вот таким образом. Сверху в прямоугольничке в голубом написано. То есть сюда на первое место, перед частичкой-ни, мы ставим название места, в котором кто-то находится. А дальше после частицы-ни мы называем, допустим, человека какого-то. Ребенок, дети, мужчина есть, женщина есть. Или имя может быть. Коэн-ни танако-сан-га имас. В парке есть танако-сан. В парке находится танако-сан. Вот такая конструкция. И ее нужно просто выучить. Ни-га-имас. И еще раз повторю, глагол имас означает есть, имеется, находится кто-то, когда речь идет о воодушевленных объектах, скажем так. Кроме этого, мы можем сказать коэн-ни ину-га имас. В парке, да, в парке есть собака. Ину это собака, надеюсь, помните. И та же самая конструкция. Коэн-ни ину-га имас. Как мы скажем, что в парке есть кошка. То же самое. Коэн-ни. Нэ-ку-га имас. И так далее. Вторая картиночка. То же самое, да. Мы можем, например, сказать, что в саду или во дворе есть собака, а в пруду есть рыба. Пруд будет. И-ке. Соответственно. Животные у нас тоже одушевленные объекты, скажем так. Поэтому по отношению к животным мы тоже будем использовать этот глагол имас. Ну и, соответственно, в доме. Дома есть дети, например. Учени кодому-га имас. Или учени. В доме находится отец чей-то, допустим. Учени утосангаймас. Или учени чичигаймас. Если мы говорим чичи, значит, это имеется в виду, что папа, да, мой папа дома находится. Вот такие здесь можно составлять предложения. Давайте на следующем слайде, значит, еще раз рассмотрим эти предложения. Итак, подытожим. Вот то, что я сейчас сказала. Глагол имас. Но часто, когда мы произносим этот глагол, да, имасу, то у часто редуцируется, не произносится. Поэтому говорим имас. Итак, имас быть, находиться где-то. Речь идет об одушевленных объектах. И место, где находится объект, оформляется частичкой ни. Ну и вот они, наши примеры. Можете их тоже записать, переписать. Итак, пока что перепишите. И как будете готовы идти дальше, поставьте плюсик. Хотя плюсики есть, уже единички поставьте, да, чтобы я уже не запуталась в плюсиках. И я пока что подожду. Запишите эти примеры. Если вдруг будут какие-то вопросы, непонятные моменты, то вопросы обязательно тоже пишите в чате. Не стесняйтесь. Ага, так, у Лизы вижу, да, единичку уже. Отлично. Ну, еще жду, да, еще, конечно, подожду. Так, у Валентины плюсик. Ага, очень хорошо. Ага, у Ивана вот единичка тоже. Да, 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 отлично. Отлично. Спасибо. Так, вот Юля тоже единичку поставила. Ага, хорошо. Это очень хорошо. Ну что ж, идем дальше. Давайте посмотрим на следующий слайд. Ну опять же, у нас те же картиночки. Но нам теперь нужно эту конструкцию, скажем так, запомнить, закрепить, чтобы вы свободно могли составлять предложения, используя вот эти слова, ну и, собственно говоря, эту конструкцию тоже. Поэтому мы сейчас с вами сделаем следующее. Мы с вами вслух сейчас будем составлять предложения вот по этим картиночкам. Если слова вам не знакомые были, вот сегодняшние слова, если вы их впервые сегодня видели, то, конечно, можете опираться на список слов, если вы их записали. Ну, либо просто повторять вслух за мной. Итак, давайте потренируемся в составлении предложений. По первой картиночке. Проговариваем все вслух обязательно. Коэн-ми, кодомо-га, имас. Тоже проговаривайте вслух. Еще раз. Коэн-ми, кодомо-га, имас. Нам нужно доводить составление предложений, да, по каким-либо конструкциям до автоматизма. Тогда вы сможете при общении, при реальном общении уже, да, с японцем, с настоящим японцем, тогда вы сможете предложение говорить свободно. Дальше. Давайте скажем, что в парке есть собака. Коэн-ми, кодомо-га, имас. Дальше. В парке есть кошка. Коэн-ми, кодомо-га, имас. Коэн-ми, кодомо-га, имас. Продолжаем. По второй картиночке. Давайте скажем, что, значит, во дворе, в саду есть собака. Потом кошка, потом рыба в пруду, да, ну и про детей скажем. Итак. Нива-ни, ину-га, имас. Дальше. Нива-ни, неку-га, имас. Дальше. В пруду есть рыба. Пруд будет ике. Ике-ни, сака-на-га, имас. Ике-ни, сака-на-га, имас. А если вдруг я слишком быстро говорю для вас, то напишите тоже в чате помедленнее, да, там слово помедленнее. Тогда я помедленнее буду говорить, если вдруг вам, ну, если непривычно еще произносить предложение на японском языке. Ну, и давайте скажем, что в доме есть мальчик, в доме есть девочка потом, да. Учи будет дом, соответственно, учи это место, после него ставим частичку ни, ну, а потом уже кто там находится. Учи-ни, утоко-но-ко, га, имас. Утоко-но-ко. Еще раз. Учи-ни, утоко-но-ко, га, имас. И теперь скажем, что в доме есть девочка. Учи-ни, он-на-но-ко, га, имас. Учи-ни, он-на-но-ко, га, имас. Надеюсь, что у вас получается. Если вдруг что-то не получается, тоже напишите в чате, поделитесь, да, что именно не получается, и, может быть, я тогда что-то порекомендую, там, да, как эту проблему решить, да, чтобы все получалось. И теперь вы можете написать самостоятельно свои примеры предложений в чате. То есть вы можете либо эти картинки использовать, да, то есть вот уже самостоятельно составить предложение, написать, либо можете свои какие-то примеры. Если вы знаете другие слова какие-то, да, существительные, там, я не знаю, может быть, прилагательные, знаете, да, можете посложнее предложение написать в качестве примера. Вот, то есть попробуйте теперь либо по картинкам этим, да, еще раз написать предложение, либо свои какие-то предложения составить. И посмотрим, да, посмотрим, да, посмотрим, как получится. Итак, пишем, пишем в чате примеры предложений. Если, например, смотрите, вдруг вы эту тему проходили уже, может быть, да, и подобные предложения вам легко и просто составлять, то вы можете, например, дать описание целой картинке, да, вот, например, картинка слева. Что мы можем сказать? Ну, например, Ну, например, Ну, и что-то еще, да. Ну, и что-то еще, да. В парке много зелени, ну, там и так далее. Там на девочке, например, надето желтое платье, может быть, да, если вы можете такие предложения составлять, пожалуйста, можете дать описание. Вижу, есть первый ответ у Валентины. Ага, Икени, Саканагаймас, Отлично, да, в пруду есть рыба. Угу. Кстати, по второй картиночке, да, то же самое, тоже можете, если просто отдельные предложения вам слишком легко составлять, да, то можете тоже дать описание, например, что вот есть такой-то дом, есть большой дом. А в этом большом доме, да, там семья, семья, там мама, папа, дети и так далее. Можете сказать, что рядом с домом есть сад, ну, вот, в саду есть собака и кошка, а кроме этого, а также есть еще и пруд, а в пруду еще есть рыба, а кроме этого в саду есть еще и красивое там дерево, большое дерево, да, то есть вот описание картинки. Да, ну, это для продвинутых уже. Что еще? Жду. И на всякий случай тоже обновлю чат, чтобы у меня тоже все синхронизировалось. Угу. Вдруг непонятные моменты какие-то, да, если что-то непонятно, то обязательно вопросы задавайте, если что-то непонятно, обязательно спрашивайте. Так, у Юлии вижу, да, есть ответ. Коэн ни, кодомото, ото, а, ото-сан, ото-сан гаимас. Ага, то есть в парке есть ребенок и папа, да, и отец, если я правильно поняла. Угу, только ото-сан, угу, да. Хорошо. Коэн ни, да, кодомото, да, есть дети, да, либо ребенок и папа. Угу. Еще жду, да, еще, может быть, будут ответы. Так, ну что ж, идем дальше, да, вижу, пока больше ответов нет, если, опять же, да, если какие-то непонятные моменты есть. То пишите обязательно. И мы с вами идем дальше. Знакомая опять нам картиночка. И здесь у нас есть знак вопроса. То есть понятно, что предложение будет вопросительное. Ага, вот вижу, еще в комментариях, да, появились ответы. У Ирины так, тут ошибок, наверное. Давайте посмотрим. Коэн ни, ото нато, кодомо гаимас, да, то есть в парке есть взрослые и дети. Отлично, да, девочка одета в желтое красивое платье. Все верно, отлично. Да, и на дереве есть кошка. Так, и у Валентины, вот, да, вижу, ответ есть. В саду есть собака и кошка. Замечательно, отлично. И давайте посмотрим на этот слайд. Да, как я уже сказала, у нас здесь есть знак вопроса. То есть как же задавать, например, вопросительные предложения. А здесь очень интересный момент. Когда нам нужно спросить, да, кто есть в парке, и когда речь идет о людях и о животных, то тут есть небольшое отличие, да. Ирина сама себя удивила. Нет, все правильно, да, отличные предложения получились. Прогресс налицо, да, прогресс налицо. Вот Ирина учится, да, на онлайн-курсах у нас. Итак, послушайте, пожалуйста, вопрос. Попробуйте догадаться, что я сказала, да, какой вопрос я задала. Итак, коэн-ни, дарэ-га, имас-ка. Коэн-ни, дарэ-га, имас-ка. Коэн мы с вами знаем, да, парк. Дарэ. Дарэ – это вопросительное слово, означает кто. И глагол имас в конце предложения с употреблением частички ка. Да, вопросительная частичка ка, заключительная. Коэн-ни, дарэ-га, имас-ка. Думаю, что догадались, да, что я спросила, кто есть в парке, кто находится в парке. Коэн-ни, опять же, да, коэн-место. Дальше у нас идет частичка ни, сверху конструкция есть эта, да. Дальше мы задаем вопрос дарэ. Дарэ означает кто, а и относится к людям, то есть по отношению к человеку. Мы можем задавать вот это вопросительное слово дарэ, использовать, вопросительное слово дарэ. А потом в конце мы говорим глагол имас и в конце ставим частичку ка. То есть, чтобы задать вопрос, нужно в конце предложения просто поставить ка. Да, интонация обычно здесь повышается. Коэн-ни, дарэ-га, имас-ка. Кто есть в парке? И ответ, да, какой? Вот, например, би отвечает. Мы можем сказать уже, мы уже с вами знаем, да, как отвечать. Вот мы скажем кодомо-га-имас, например. Кодомо-га-имас, да, есть дети. Здесь в ответе мы уже не говорим коэн-ни. Кодомо-га-имас. Можно кратко ответить. Кодомо-га-имас. Но, конечно, если дать полный ответ, то тогда полный ответ будет звучать следующим образом. Коэн-ни, кодомо-га-имас. То есть мы произносим то предложение, да, структуру которого только что с вами рассмотрели, да, вот на предыдущих слайдах. Вот у Ивана вижу. Йонин-га-имас. А, Йонин-имас. Да, частичка ка после числительного не ставится. Йонин-га-имас. Мы скажем, например, Хито-га-йонин-имас. Есть четыре человека. Хито-га. Частичку ка ставим после слова хито. Да, людей там сколько-то, человек сколько-то. Хито-га-йонин-имас. А потом уже числительное, без частичек. Так, и Ивана. Так, вот нет, все, Ивану прокомментировала. Да, там одно сообщение удалено было. Ну, ничего страшного. И смотрите, есть еще один вариант вопросительного предложения, когда нам нужно задать вопрос, например, по отношению к животным. Да, а сколько, вернее, не сколько, а какие животные есть, например, в парке. Когда речь идет о животных, мы видим, что у нас есть собака и кошка еще здесь. А когда нам нужно спросить, кто есть из животных, да, когда МИЦи ведут, то мы задаем вопрос, используя не вопросительное слово даре, а вопросительное слово нани. Нани или нан еще, да, наверняка вы слышали, означает что? Например, корэла нандэска. Это что? Корэла хондэс или сурэла хондэс. Это или то книга. Книга – это неодушевленный объект, да, поэтому нани используется в этом случае, или нандэска, нани. Но когда речь идет о животных, да, вот кто есть в парке, в смысле из животных, мы по отношению к животным вопросительное слово дары не можем использовать, потому что дары используются по отношению к людям. Так вот, чтобы сказать, да, кто из животных есть, или вернее, ну, кто есть, какие животные, мы используем вопросительное слово нани. Но несмотря на то, что нани обычно используется по отношению к неодушевленным объектам, да, корэла нандэска, сурэла хондэс. Это что? Это книга, книга, да, вот я повторюсь, это неодушевленный у нас, неодушевленный объект. Но глагол имас показывает, что речь идет не о неодушевленных объектах, а о живых каких-то существах. Несмотря на то, что вопросительное слово нани используется, по глаголу имас мы понимаем, что это все-таки живой объект какой-то, да, соответственно. По факту, если дословно переводить, имеется в виду, да, что в парке что есть, но имеется в виду животное какое-то, ну, либо животные какие-то. А в русском языке кто собака или там кто человек, у нас одно и то же вопросительное слово используется, да, у нас нет специального вопросительного слова по отношению к животным, которое мы могли бы задать, да, у нас и так, и так используется слово кто. А в японском языке используется дарэ по отношению к людям и нани по отношению к животным. Ну и в ответе мы говорим, например, инуга, инуга имас, да, вот у нас собака, инуга имас или некуга имас. Вот такая здесь небольшая тоже, ну, небольшой нюанс такой есть. Давайте на следующем слайде посмотрим на примеры предложений, можете их записать. Давайте, да, еще раз разберем. Итак, первый пример. Здесь в форме диалога небольшого. Эйсан спрашивает. Коэн, ни, дарэга и мазка, да, вопросительное предложение. То есть где в парке, да, коэн – это опять же место, да, после места мы ставим частичку ни, обязательно. Ни – это показатель места в данном случае, где кто-то находится, где кто-то есть. Дальше мы берем вопросительное слово дарэ – кто. Ну, а затем конструкция сама. Га имаска. Коэн, ни, дарэга и мазка. Ну и, например, отоко но хито га имас или он на но хито га имас. Есть мальчик или есть девочка. Есть мальчик или есть девочка. Запишите. Я думаю, перевод понятен, да. Первое предложение мы переведем. Давайте еще раз повторю. В парке кто есть? Есть мальчик или есть девочка. Так, вот, Полина, ага, из-за дела пропустила половину эфира. Да, видеозапись урока будет на канале, можно будет пересмотреть. Ага. Так, Урин, вижу, да, есть комментарий. Коэнде асонда, а, коэнде асонда токива, то темо танушикатта дэс. Можно, да. Коэнде асонда токива, то темо танушикатта дэс. А если вот еще точнее, можно сказать, коэнде асонда и та. Асонда и та токива. Когда играла в парке, то есть длительность там, да, если еще добавите, будет прям вообще хорошо. Тот и мотанушикатта дэс. Да, так правильно. Ну и второй пример, да, тоже давайте рассмотрим. Нивани, нанига и мазка. Нивани, нанига и мазка. То есть в саду, да, или во дворе. По факту нани, да, вот этот иероглиф, это слово нани, нанига и мазка. Получается перевод дословный, что в парке, не в парке, в саду, да, или во дворе, что есть. Но здесь речь идет о животных, да. Глагол имаз показывает, что вот это что-то, да, что оно живое, но не человек. По слову дары мы понимаем, что речь идет о людях, да, что спрашивают нас о людях. А во втором примере по слову нани мы понимаем, что речь идет о животных, что нас спрашивают о животных. И в ответе, например, ину, то, некуга и маз. Здесь используется соединительная частичка то, как союз, да, она здесь идет. То есть есть собака и кошка. Есть собака и кошка. Вот у Лизы, да, вижу ответ. Нивани некуто инуга и маз. Так, и у Вана еще, да, вижу. Нивани хайбигаймас. Ага, сухой, бейс. Я очень боюсь змей. Я даже на них смотреть почему-то не могу. Мне как-то... Ака, ай. Нивани хайбигаймас. Когда, не знаю почему, когда вижу где-то случайно в интернете, там, может быть, да, какие-то картинки со змеями появляются вдруг, попадают в поле зрения. Или по телевизору там смотришь какую-нибудь передачу о животных, может быть, да. И тоже, не дай бог, какой-то кадр со змеями аж передергивает. Все, у меня на самом сомневался за подробности. Хай. Итак, Нивани нани гаймаска. В саду что кто есть, да, имеется в виду животные. Ино то не куга имас. Итак, если готовы идти дальше, если все записали, поставьте плюсик. И переключу на следующий слайд, и будем тренироваться. Будете стараться понять, о ком я говорю, о людях или о животных, да, позадаю вам вопросы. Ну, а вы, а вы помучаетесь немножко. Да, в камычках. Так, Иван, плюсик, хорошо. Пока жду еще, да, еще жду. Запишите эти примеры, кому нужно. У нас есть, конечно, да, немного более продвинутые ученики. Вот. Для которых эта тема, да, уже легкая, уже знакомая. Кто впервые с такой темой столкнулся, жду, да, жду. Запишите. Вижу плюсики, ага, появляются. Очень хорошо. 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 Конструкция сама, да, выделена цветом. Ни, га и маска. Да, вопросительное предложение. И потом кто-то, кто-то, га и мас. И во втором примере то же самое. Ни, га и маска. Ни, га и мас. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше. И картиночки снова нам знакомые. Я вам сейчас буду задавать вопрос, вам нужно написать будет ответ соответственно, да, либо о людях, либо о животных. Поэтому будьте внимательны, постарайтесь понять, да, кого я имею в виду, людей или животных. Я могу задать вопрос либо по первой картинке, да, либо вот по второй картинке. Итак, мина-сан, коэн-ни, дарэ-га и маска? Вы можете написать любых, ну, любые объекты, скажем так, не буду пока говорить, да, людей или животных, но напишите. Коэн-ни, дарэ-га и маска? Кого я имею в виду? Хито-га и масу, Ивана, есть ответ. Так, пока молчу, пока не говорю, да, правильно-неправильно, еще подожду ответы, да, может быть, еще будут ответы. И посмотрим. Коэн-ни, дарэ-га и маска? Есть люди, да, вот Иван написал. Хито. Хито-это человек, ну, либо люди. Хито-га и мас. Фу-фу-фу-то. Ко-до-му-га-имас. Ага, фу-фу, да, то есть домохозяйка и дети, ну, либо там ребенок, ага. Только там фу, долгий звук, фу-фу. А так, да, правильно. Фу-фу-фу-то. Ко-до-му-га-имас. Так, у Лизы. Ко-до-му-га-имас. Там маленькие опечаточки, не страшно. У Юли. Ко-до-му-га-имас. Да, отлично, молодцы. Все, кто написали, написали абсолютно правильно. Так, продолжаем. Мина-сан, ко-э-ни-на-ни-га-имас-ка? 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 Тоже ответы здесь, в принципе, могут быть разные. Можно один объект назвать, можно использовать частичку то-соединительную, да, есть то-то и то-то. Но это на ваше усмотрение. Ко-э-ни-на-ни-га-имас-ка. Ко-э-ни-га-имас-ка.